Итак, у нас сегодня чего? У нас сегодня 26 ноября, а вот в далёком 1894 году состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Алисой Гессендармштадтской. Вообще вот эта вот вся история, она как бы из серии «Всё могут короли», но с удачным концом, тем не менее. Случилось так, что первая встреча 16-летнего наследника Российского престола Николая Александровича и юной принцессы Алисы Гессендармштадтской произошла в 1884 году. Вот здесь, чем я вот этот маленький пятачок серебряный и достал. Ну, так вот получилось, что в 1884 году её старшая сестра Елизавета вступила в брак с великим князем Сергеем Александровичем, дядей цесаревича. Между ними завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую привязанность. Когда в 1889 году, достигнув совершеннолетия, наследник обратился к родителям с просьбой благословить его брак с принцессой Алисой, отец сказал, мотивируя отказ его молодостью. Так, вот такой вот у нас рубрики есть Николая Третьего, папы Николая Второго. Ну, что ж, сказал, молод ты ещё, сынок, обойдёшься без жены. Ну, вот так получилось, что однако в 1894 году, как раз этот рубрик у нас 1894 года, в октябре 1894 года Алису срочно вызвали в Россию, государю стало очень плохо. В Ливадии, в резиденции русских царей в Крыму, где он лечился, собралась вся романовская семья. Видя решимость сына жениться и предчувствовав свою скорую кончину из-за тяжёлой болезни, император Александр Третий дал благословение на брак. Вот вскоре государь скончался, и принцесса Гессендармштадтская приняла православную веру, став в православном крещении Александрой Фёдоровной. Итак, вот 26 ноября 1894 года в Большой Церкви Зимнего Дворца, в атмосфере глубокого траура по поводу кончины императора Александра Третьего, давайте-ка я вам монетку поставлю и Николая, и его новопапу монетку разверну. Итак, 26 ноября 1894 года в Большой Церкви Зимнего Дворца, в атмосфере глубокого траура по поводу кончины императора Александра Третьего, состоялась чрезвычайно скромная церемония бракосочетания императора Николая Второго с Алисой Викторией, Еленой, Луизой и Беатрис, принцессой Гессендармштадтской. Николай был в гусарской форме, Алиса надела серебряное платье с бриллиантовым ожерельем, сверху была наброшена золотая парчевая мантия, подбитая граностаем с длинным шлейфом. Бриллиантовая корона украшала ее голову. Вот так вот получилось, что церемония бракосочетания совпала с днем рождения матери царя, императрицы Марии Федоровны. Вот когда православная традиция позволяла ослабить строгий траур, вот по словам Марии Федоровны свадьба была продолжением похорон. Вот такой вот немножко с юмором получилось, но вот как уж получилось, так получилось. Вот весь последующий год молодая царская щита не совершала никаких путешествий, а также мало показалось на публике. Ну это понятная любовь. Царям не обязательно там этот сладкий месяц, они могут и сладкий год пожить. Медовый. Ну что ж, вот такое у нас сегодня событие. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание, до свидания.